Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 22 по 28 июля 2019 года на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 111 сообщений о происшествиях, из них 6 преступлений, 3 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 50 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении одного мероприятия с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. За неделю произошло три дорожно-транспортных происшествия, из них одно с причинением вреда здоровью. Так, 26 июля 2019 года в 15 часов 00 минут в районе жилого дома по улице Юбилейной города Наринмара водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем, при движении задним ходом с прилегающей территории на проезжую часть дороги по улице Юбилейной в направлении улицы Мурманской, совершил наезд на пешехода, женщину 1976 года рождения, которая шла по краю проезжей части дороги. В результате ДТП она получила ушиб мягких тканей, пояснично-тазобедренной части тела и позже обратилась в окружную больницу за медицинской помощью. В целях федерального государственного контроля за трудовой деятельностью иностранных работников в Ненецком автономном округе, а также контроля за пребыванием и проживанием иностранных граждан или с безгражданства в Российской Федерации, с 16 по 22 июля 2019 года сотрудниками полиции организовано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». Осуществлена проверка 35 объектов жилого сектора, мест компактного проживания иностранных граждан, 3 автотранспортных средства, 26 объектов строительства. Всего выявлено 18 нарушений миграционного законодательства, из которых 10 нарушений режима пребывания, проживания иностранных граждан в Российской Федерации, в том числе 8 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности на территории Ненецкого автономного округа. 23 июля 2019 года в Наринмаре и поселке Искателей, в населенных пунктах Заполярного района, сотрудники ГИБДД совместно с отделом по делам несовершеннолетних провели профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на профилактику правонарушений и безопасности дорожного движения, пресечение нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Сотрудниками ГИБДД проверено 35 единиц транспорта и выявлено 11 административных правонарушений. Нарушения среди водителей мототранспорта не выявлено. 24 и 25 июля 2019 года на территории Ненецкого автономного округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Комендантский час». Проверено 50 мест концентрации молодежи. Проверено 28 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Выявлено 4 административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проверены ночные питейные заведения. Выявлено двое несовершеннолетних, которые находились в ночное время в общественных местах. Один несовершеннолетний в поселке Искателей и одна несовершеннолетняя в ночном баре. Инспектора отдела по делам несовершеннолетних напоминают жителям региона, что в соответствии с действующим законодательством на территории округа несовершеннолетним в возрасте до 18 лет запрещено находиться без сопровождения близких родственников в общественных местах в ночное время. В летний период с 23 до 6 часов утра, а с 1 сентября с 22 часов до 6 часов утра. С 27 на 28 июля 2019 года на улицах города Наринмара и поселка Искателей сотрудниками госавтоинспекции совместно с представителем общественного совета при управлении МВД России по Ненинскому автономному округу Ольгой Кузьминой, а также при участии добровольной народной дружины проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверено 128 единиц транспорта, выявлено 19 административных правонарушений, из которых одно по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и одно по части 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме того, представитель общественности проводила профилактические беседы с водителями останавливаемых автомобилей и вручала памятки. В январе 2019 года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управлением ВД России по Нейнскому автономному округу выявлен житель округа с бывшей наркотическое средство «Гашиш» массой 3,59 грамма, что является значительным размером. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении него рассмотрены судом. Житель Нейнского округа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, части 3, статьи 228, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В суде рассмотрено уголовное дело в отношении жителя округа, находившегося за рулем транспортного средства, которое 19 января 2019 года остановили сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Нейнскому автономному округу. По результатам освидетельствования установлен факт нахождения водителя в состоянии опьянения. Ранее он уже подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд, просмотрев материалы, собранные в ходе следствия отделом дознания управления, признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 230 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев. Оперуполномоченными отдела уголовного розыска окружной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи двух мобильных телефонов из квартиры, произошедшей 19 июля 2019 года, установлено, что хищение совершил ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1983 года рождения. Полицейские установили, что злоумышленник употреблял алкогольные напитки, находясь в гостях у владельца гаджетов. И когда хозяин квартиры уснул в результате чрезмерно выпитого спиртового, то его гость взял телефоны и покинул помещение. Также сотрудниками полиции установлено, что 18 июля 2019 года данный мужчина вместе с товарищем 1981 года рождения незаконно проникли в деревянный сарай в поселке Искателей с целью хищения имущества, но спешно его покинули, будучи застигнутыми знакомым хозяина данного помещения. 22 июля около 19 часов вечера в дежурную часть управления поступил телефонный звонок от работника магазина по улице Хатанзейского города Наридмара, который сообщил, что неизвестное лицо совершило открытое хищение алкогольной продукции из данного торгового предприятия. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В результате разыскных мероприятий злоумышленник обнаружен в сквере в районе морского порта города Наридмара, где он распивал похищенное спиртное в компании друзей. Установлено, что мужчина 1991 года рождения совершивший данные открытое хищение, ранее судим за аналогичные преступления. 25 июля 2019 года в окружную полицию обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил, что в ночное время неизвестное лицо отжало обшивку окна принадлежащего ему складского помещения, проникло внутрь и похитило товары и денежные средства в сумме 3,5 тысячи рублей. Через день тот же самый предприниматель сообщил, что в этот же склад совершено проникновение путем отгиба металлического листа и похищена алкогольная продукция. Оперативниками управления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к обоим случаям причастен ранее судимый мужчина 1995 года рождения, житель города Наридмара. 27 июля 2019 года в дежурную часть управления обратились представители организации, работнику которой звонил неизвестный мужчина и путем обмана, якобы под предлогом оплаты рекламы, пытался завладеть денежными средствами, принадлежащими данной организации, в сумме 30 тысяч рублей. Но во время разговора связь оборвалась и мужчина больше не перезвонил. Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. В связи с этим стражи порядка призывают жителей округа быть бдительными и внимательными. Не поддавайтесь на уловки мошенников, не переводите деньги неизвестным лицам, не соглашайтесь пройти к банковским терминалам, не осуществляйте банковские операции, непонятные вам, и тем более никому не сообщайте коды и пароли, приходящие вам в СМС-сообщениях. Прерывайте разговор и проверяйте информацию, которую вам сообщили. Управление МВД России по Нейнскому автономному округу приступило к процедуре формирования нового персонального состава Общественного совета при УМВД 5-го созыва. Заявления о приеме в состав Общественного совета при УМВД России по Нейнскому автономному округу и согласие на обработку персональных данных кандидатов принимаются в срок до 11 августа 2019 года по адресу город Наринмар, улица Ваучейского, дом 13, кабинет 208. Заявления, поданные без согласия на обработку персональных данных, не рассматриваются. Подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте окружной полиции 83.мвд.рф Телефон для справок 4-23-63 9 августа 2019 года с 17 до 18 часов в кабинете нотариуса Нейнского автономного округа расположенного по адресу улица Ленина, дом 19, города Наринмара состоится прием граждан председателем Общественного совета при УМВД России по Нейнскому автономному округу Николаем Кольчишковым совместно с членом совета Алексеем Чупровым. Граждане могут предварительно записаться на личный прием по абонентскому номеру 4-25-28 либо 4-23-63. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управлением ВД России по Нейнскому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова